всем здорово блин вышел вот так уже минут 15 стою смотрю вдаль он на дереве вороны москвички себя и знаменитой песенки салют никак не могу машину зайти надо кипятил оставить проснулся чуть раньше чем обычно погодка просто классная птички поют мы видите чуть подмораживала немножко белый этот самый травка белый тут уже на солнышке оттаяла тут за машиной вон белая классно вообще ночью приехал тут ничего не видно тут вот пожалуйста какой-то магазин стройматериалы островок двери все что хочешь снежка мешка не только и какие-то овощи или чего потому что стоят рефы будки или бывшие либо или теперешние что-то тут или продают или хранят в общем как-то вот так ладно к пошел я ставить чайник будем пить кофеек и потом выдвигаться на выгрузку так ну что выезжаем время 915 сказал человек полдесятом он приходит мне тут показывает 7 минут типа ехать вида по красным по красным этим пробкам потиху поскакали да кто куда кто налево кто направо кто куда едет определились мальчик на знаке стопы притормаживаем пропустим справа боли ну ты так ехал молодец хорошо взял и все и перестал ай-яй-яй прямо один километр 500 метров в общем открыл капот с утра там полазил понюхал посмотрел чуть масло долил что-то как бы не то что там люблю когда повыше то есть когда поменяли там все я кстати после того и не доливал какой там уровень было хрен его знает не помню на стоянке чуть другой уровень показывает потому что у меня машина стоит под уклон у меня задница поднята все время на горе а морда внизу поэтому уровень чуть показывает выше всегда положенного чуть-чуть далили и поехали посмотрим будет уровень уходить не будет родную еще раз утренний привет а это полицейский который не сиськами вверх а сиськами вниз короче такой вот проваливающий 600 метров поверните налево все ладненько поехали на точку и выгружают быстро быстро и мы поедем с вами работа дальше пока от боя не давали по загрузке вот нам надо вернуться в город виду там что-то загрузить что-то забрать мне что-то завести но в общем как-то вот так все друзья пока потихоньку а то блин до ролики такие длинные получается стал много говорить или чё я не знаю а ко мне здесь куда налево поверните налево а затем круговое движение первый съезд как буду повернуть также а как бы тут так повернуть чтобы повернуться там все вон в знаках грузовым нельзя никуда вообще да лишь миш такой блин а что можно и светофор не работает на круговом поэтому наглее кто наглее тот быстрее правильно спасибо тюзинка пропустила там вроде девушка или тюзинка не знаю тормознулась маленько все друзья погнали ну вот они детские ботиночки вот в этот магазин так что если кто будет своим киндером покупать знаете может я вам привез какие-то недорогие хорошие китайские ботиночки для детей которые стоят а как за перевозку так короче никак он пацаны крышу кроют херачат он возит смоляют видно вам не при на камеру кашки нова видно далеко не берет в общем ладно жду вышел только накладные забрал чувак сейчас подождем должен подойти пускай выгружает все друзья меня выгрузили по мне видно да что я утренним фитнесом занимался видно правда парнишка подошел сказал спасибо что помогли короче подавал с кузова не потому что ради ради того что надо ехать ну и как бы сейчас же как возраст дело такое маршрут как говорится лишний раз физические нагрузки не помешают правильно правильно так только я не пою куда мне тут выезжать удавайте вас вот так что на меня пялиться оба через 200 метров поверните направо а затем поверните налево все доски закинул в общем едем город лиду будем загружать какую-то сеялку и повезем ее поверните направо мазалов что в область поверните налево хрен знает куда я еще сам не знаю ч чириков что ли куда-то туда братишка мой родный вчера нашел такую загрузочку мне отсюда за что ему большое спасибо так я насколько помню тут в центр нельзя объезжать кругового надо по кругу обскакать позже как тепленько сегодня 14 градусов обещает я уже все печки потушил все потушил сходил тут евроопт купил у меня сосисочек купил холодильник включил а то вчера выключил как бы чего холодильнике хранить ничего наперекус он но может в лиде в столовку какую там найдем я не знаю что это за завод может там будет как раз время такое будет обеденная или к обеденному кто-то с подписчиков сто процентов братан попал ты видишь как поверните налево попал ты прямо куда попал как сказать правильно в этот самое в контент на и веке тоже вот только на такой через один километр 500 метров круговое движение второй съезд на старенькой поехал человек все полетели говорится блин на пустой тачке просто лететь можно видите как бывает камера включена и человек по можно было камеру повернуть конечно но видите я еще тот режиссер бля настоящий блогер по уже бы там что-то уже бы там хай-фай туда-сюда а тут вот уже как я вспотел то весь а мама моя мама жирок то тает начал просто пипец ладненько будем ехать остывать по дороге 116 километров не прямо до точки которую там адрес я набрал сразу и куда он меня ведет ну что за тупое создание этот ну вот я его по грит нашла более быстрый маршрут проложить нет и все равно на м6 лошадь выводит ну ладно буду настраивать как она меня задрала блин вот такими дикими дремучими лесами и дорога м какая-то 604 в асфальт немножко сейчас конечно потрясло меня там аволинский район между до точки 30 километров больше скорость меньше я меня и смеляемся тут автобан должен быть я же помню где-то был кусочек херовенький а потом едешь как бы все хорошо и причем все заметил да вот про дороги где в тени дороги да вот прям в тени там разбиты дороги как только на солнышке вот такое продувается нормально потому что когда в тени зима-мороз все это лед стоит вода все это промерзает не дает а здесь вот пожалуйста чуть получше позвонил я уже на загрузку все нормально того что сказала у рабочих которые грузят до 12 обед с 11 а у нас сейчас удачу вроде она так сказала но в общем и суть сейчас без 10 12 мне осталось 30 минут ехать я надеюсь что в этот промежуток мы попадем хотя торопиться некуда я думаю что там возле этого какого-то завода должна быть столов сходим по кушаем и все пообедаем и поедем дальше в общем вот такие зла очень красивые места здесь я вам говорю я не знаю это костел костел и красивей же вот еще один я проезжал там хотел вам заснять на телефоне был красивей же пожарники рыбу что-то не там делают и спасают что-то стоят а у рыбачок стоит сто процентов бросают тренируется спасать классные места красивая таки поле тут долид это 20 километров но они такие отдаленные от города где-то школа рядом больничка он скоро стоит или чего какие-то учреждения есть тут что тут написано больница больничка пожалуйста местная так все ладненько поехали работаем работаем едем загружаться но вот я в очередной раз посетил город виду всем привет всем привет вот такой знак стоит царе цистелла и до 1323 год основания охренеть а страуля это метановая заправка да точно туда-сюда в очередей ничего нет пожалуйста кому надо заправлять так 7 км до до коттеджики такие люди построили красота так чё останавливаемся начинаются эти местные язды камеру увидели все ладошки вспотели давай отец на педаль дроссельной заслонки нажимаем по тиху ладненько все будем ехать надеемся что все пройдет недолго так ну что народ все мне документы выписали сказали направо до конца направо мы заезжаем на территорию столовка тут есть у них до двух часов работает вы на территорию зайдите спросите так что мы сейчас наверное что мне скажут там в черхи стоять на загрузку надо не надо что блин какой у него в тракторе сиденье гляньте там диван дек просто диван дек прикольно ну и все загрузимся и поедем ну я вроде братишки работу нашел слава богу можно поедет поработает надеюсь он договориться там с моим заказчиком давно их не было слышно видно вон речка какая-то так а где въезд где въезд до конца направо близко электрические сети блин блин что то я что такое как будто прибыл здесь тоже не помню правда точно а а а на сейчас найдем проблема где эти ворота так оп 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 стоянка а вот наверно въездные ворота да сто процентов вот направо будет вон комбайн стоит какой-то комбайн заезжай юнатова 52 опа 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 отец открывай пойду к нему так вот моя стоит зелененькая маленькая все а вон там столовая леденец готов все открыто отец сказал иди поешь пока ну пойду он там столовка какая я думаю мы сейчас на 5 рублей от души душевно в душу поедим вот и все так что пошел я я как обычно не доел взял типа говорю это типа что смаженка не отопиться а а а а хлебная котлетка с перловой кашей вообще огонь ну и щипали хоть пола щи в прямом смысле слова вода и все и микроскопическую ложечку сметаны поэтому обед 5 рублей иду к леденцу кранового нет строполей нет все стоит колом сейчас будем узнавать что и как что тут стоять бери да есть правильно ладненько доедаем как говорится и узнаем что куда ну что друзья все я загрузился поставили мне эту косилку и все а в упреское пиво слева это куда я приезжал в пятницу вот вот долго ждали нету строполей некому работать в общем пришел начальник какой-то с каким-то мужиком сами грузили я говорю давай я сам зацеплю два крюка нет и все крановщица там упиралась возмущалась орала нет нельзя там вы что ну там чуть ли не расстреляют нас ладно фиг с вами через 300 метров поверните налево на советскую улицу поезжаем и домой уже валим через новогрудок столбцы опять же по платке не поедем оно нам не надо разница в 20 километров тихими тополиными дорогами полями тополями как я говорю проедем я в столовке покушал ну такой еды надолго не хватит я имею ввиду крепить долго не будет поэтому будем где-нибудь может шаурмы там покушаем пардон звоночек так что друзья братцы кролики и не только все я заехал до заправился 80 литров буль-буль-буль-бульк ну чуть меньше 3 еще вебасту залил как бы на всякий случай а вдруг бой холодно будем греться а взял кофейку уж решился побаловать термокружку с дома не взял я же не думал что я в такую длительную поездку поеду вот поэтому поэтому пришлось купить ну и все новогрудок мир столбцы минск транзитом проходим и едем куда-то я даже не знаю куда мы едем написано город Чериков улица какая-то так что сам Чериков даже не знаю сколько километров но что-то около 500 в общем что вчера с Полоцка до Гродно было что сегодня но увы сегодня проехал блин микрофон не подключил извиняйте что-то я вот наспех старт антиполицай ну и что прожиг мне не помог так включился регенерация сажевого фильтра так что не знаю что у меня за хрень и зачем она включается сейчас включилась без едц прожиг мне включили я говорю там дыма не было почему-то хотя все сказали я еще спрашиваю людей сказали что кирогазик должно просто пипец воткнем ей пятую вот так вот чтобы она немножко похудела на оборотах как говорится прогреет ее в общем как-то вот так вот опять прожиг включился но без едц пока первый раз когда он был с едц а сейчас он включился без едц но я знаю что это такое а может еще сейчас включится в общем ладно машина едет машина работает и слава богу так говорится почему включается после прожига у которой компьютером делали сколько я проехал рейс полноценный не сделал включился опять прожиг ни хрена не понятно не знаю и как узнать не знаю все очень ладенько все погнали в город минск опять через новогрудок как я сказал новогрудку привет это ролики часовые у меня уже стоит на 18 вам ролик сегодня поэтому который я туда ездил сюда в общем как-то вот так все друзья поехали что то я сегодня прямо тарахчу и тарахчу раз тарахтелся блин пакетик надо убрать растает там же вкусняшка моя растает но можем только ее на пол на пол поехали а вот и город минск друзья город герой минск идем транзитом сейчас направо на мкак уходим заеду на 100 пополню чуть-чуть белтал и доезжаем до хуторка кафе на партизанском хутором туда подъедет человек я заодно там может что-нибудь возьму шаурму какую а то когда еще придется покушать но чтоб потом после шести не есть я же на диете что-то меня этот обед столовский ну он такой был совсем худой суп вода котлета хлебная ну как бы ни о чем как говорится для мужика не еда так что сейчас вот по мкатику проскочим на 100 белтал еще раз говорю и там буду ждать человека он как раз там чуть-чуть типа задерживается я говорю ладно пока ты задерживаешься я заодно поужинаю в общем вот такие дела надеюсь тут пробок не будет на мкаде время как раз пиковая час пик в Минске обычно пробка здесь вот перед постом на курасущину сюда вот курасущина на будущем на казинца всегда пробочка там посмотрим есть или нет сейчас все посмотрим но всегда интересно да из-за чего пробка а из-за того что там когда выезжают с казинца у нас же сейчас как в москве типа когда ты выезжаешь на главную тебя типа ты главнее типа вот поэтому ну там эти затор ну как бы плотное движение вот как бы пробки нету но плотничком потому что вот оттуда выходят вклиниваются тут начинают оттормаживаться и все потому что перченые хлопцы выезжают вы видите сразу вот это идет потеря скорость поэтому и заторчет как я вам рассказал как за что как эксперт так сегодня нету там более-менее но такое есть немножко плотность движения все ладно так друзья ну что блин задержали меня чуть-чуть этот человек чуть-чуть задержал ну ладно типа говорит что тебя могут даже сегодня выгрузить это время 7 мне 300 км ехать ну там чуть меньше 8, 9, 10, 11 в 12 ночью да ну нахрен не хочу я ночью выгружаться не хочу я это что за табор цирканских паломники блять или кто это боже вот вот все поехали сейчас не скинут номерок и все мы позвоним все узнаем удачи приятные ребята подъехали пообщались прям на такие тоже занимаются троха перевозки минусы пуджами я так понял этот сам самосвалы 4 8 сказали все стало колом может быть колом бы и не стало но денег никто не платит вот и все короче бабах нету то есть работают делают а плачевать вот и все так что так что крепитесь друзья крепитесь держитесь то ли еще будет а как это вот боже как это как бы так лет десять чтобы пожить блять и не думать как эту работу найти заплатят тебе не заплатят а почему так мало так хочется хотя бы лет десять так чтобы пожить чтобы ты знал что ты найдешь найдешь загрузочку хорошую оплачиваемую съездишь в рейс эти деньги ты сможешь потратить на себя на семью на машину вообще когда-нибудь такое будет нет я не знаю я сомневаюсь я вряд ли дождусь а хочется ты еще в каком-то таком возрасте когда ты еще что-то можешь а не в прикрутном возрасте когда уже тебе это не надо в принципе ну в общем вот такие мысли позитивные ладно все гоу вперед сейчас буду звонить узнавать что но я ночью блять столько ехать это просто я не думаю что ночью я думаю что мы с утречка выгрузим и все должно быть нормально ну что вперед погнали погнали так что я где я а кто я идея и кто я а он электротачка на зарядке стоит и шофер сидит за рулем электротачки вот так вот приехал сел и полтора часа заправляешься вот это вот вот это вот электромашинка ладно где мы где-то подбилы ничем и что ли я еще километров на 30 до беды заехал я взял чайку 6 градусов чуть выше 0 показывает а чё я в шляпе ну все и поперли как говорится поперли короче прожек включается докладываю обстановку прожек все равно включается мы его и пропалили и так и сяк но как бы не знаю не мешает не знаю что сказать или ехать надо у тех кого есть на мари оригинальная программа чтобы они смотрели вот эти вот мои датчики за соревность либо чё непонятно ну и прожек 20 минут там или 25 машина тарахтела на максимальных оборотах а дыма не было там не понятно значит не забит или что я не знаю да и пофигу пока тачка едет будем ехать на круиз закинули и поехали дальше блин еще не хотели ехать а уже хочется как говорится отдохнуть до 30 30 километров еще педалировать и педалировать ладно что делать работа такая будем работу работать поехали так я уже забыл друзья что кино надо снимать ночью что то вот после убегает прошли могилёв вот ушли сюда на чалусы на чалусы чариков 70 отлично вот то что нам надо чем меньше на чарикова тем лучше нормально так накидываю под ну как я имею в виду не гоню без остановок просто едет да и все а тут такая дорожка так себе скажем так так поэтому потихонечку потихонечку досунемся за час встанем на заправочке где круг и все переночуем а завтра я же говорю звонил там человеку он сказал мы 6 утра работаем приезжай в 6 5 я не устану надо трухи поспать говорю приеду к 8 а разгрузимся едем в могилёв супруга звонит пока погнали ну что друзья все добрался до черекова ну до заправочки здесь до круга кости кинули здесь коллега стоит тоже с минска стопудово в общем будем спать возле подкачки надеюсь ночью колеса сильно качать не будут ой ладненько все народ давайте до завтра пошел я уже не мосил сейчас сразу убудку и спать в общем до завтра всем утро доброе друзья где мы череков вон он впереди время 7-10 утра поверните направо а затем круговое движение третий съезд ну что то что то не спится старость надо такое дело видите все чуть что сразу то болит то не болит то спится то не спится в общем едем а люди сказали 6 утра работают как бы поедем разгрузимся сказали приедешь у нас этот бог заедешь как он там не кран балка как они сказали короче какая-то штука на потолке мы ее снимем и все мне буквально тут въехать в череков направо и где-то они там прямо три километра пугай в общем как то вот так так что поехали выгружаться выгрузимся и поедем в город Могилев на загрузочку вот он шарикал 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 все отваливается хруст-хруст котельные вон дымят парят все работает ладонько все погнали погружаемся как будто снимать сильно не поснимаешь тоже а то выгружаемся и потом по прямо Могилеву так все браться во сколько я сюда приехал 7 20 7 40 мы выезжаем офигенно просто все погнали Могилеву груз наставлен вот люблю я такую работу блин приехал чех пых раз два все готово и поехал но никаких проблем это вам не в Минске на складе приехать подожди не подожди а у меня оклад а я не могу работать не грузить не выгружать а тут все просто приехали раз не въехали у них даже тут своя заправка ничего себе ничего себе вот так вот за бакс 3 вот так как это мне отсюда выезжать ладно сейчас посмотрю и все погнали в общем увидимся в Могилеве так ну что браться время 11 часов меня загрузили все потиху выдергиваемся для очень тяжелые еду просто пипец как они задолбали эти заказчики блять я не знаю но чтоб у них что-нибудь у всех на лбу выросло ей-богу а чтобы их сразу было видно чтобы мы их могли отличать от простых работяг и граждан в общем что ладненько выезжаем пробуем выехать с Могилева сейчас как-то сейчас заведем нашу подругу Алису Сергеевну блин пускай расскажет как нам выехать Минск взгляните давай показывай давай маршрут построен а ну нам тут налево через эти перди мерди и потом направо и по прямой по прямой и выедем там вот на выезд с Могилева ну в общем как-то вот так ладно друзья все потихоньку выезжаем время 11 потиху потиху как-нибудь доскачем вот в общем через 100 метров поверните налево в Славгородский проезд трехи-то не спеша все делают не знаю это госпредприятие не гост я не знаю ну такое все шавуль-мавуль нечто туты-сюды хочу не буду буду не буду ну загрузили кое-как я думаю если передо мной еще машинка стояла я тут был до 4 вечера сейчас обед был там еще что-нибудь и все считай бы было бы очень тяжело все ладенько прямо один километр ну что друзья я где-то тут не доезжая березино стал делаю кофе перекусил немножко с обойку потоптал а вон там вон черный пес лежит подкормил его сосисками колбаской он еще кстати здесь не первый раз лежит и приходит я его подкармливаю вот как говорится сам поел и дай другим ну и все и коптим дальше потихоньку вот заодно смотрим работу новую пока ничего нету интересно погодка классная просто пипец не верится что послезавтра там пардон закипела закипела самовар что будет плюс 6 градусов он лежит не знаю это она или он ну такое пофигу где вот шел там и лег собакин все ладненько попьем кофейку и поедем а то время то уходит а он видите пожарники трудятся вон кто-то курнул поджог травку а там он и елочки деревьев пожарники вижу ветками тушат ходят вон машинка красная стоит и вон машет дружище он огонь горит и сейчас пойдет на поле туда или это даже не пожарник это так кто-то вон стоит педалага уже надышался он слезы вытирает или пожарник а вот еще один он идет сейчас будет хлопать тоже он видите специальные штуки такие уже сделаны с резинами ай блять какому-то же делать нехер блять кто-то вот кинул же спичку ну а мы в общем-то подъезжаем к городу Минску блин а вот так вот я поработал три дня каких-то понедельник вторник среда сегодня чварток чварток в общем поработал и вот так вот вроде как нормально ничего сказать не могу по деньгам что-то останется что-то заработали ну в общем как обычно все все нормально поэтому спасибо что ездите со мной в роликах и не только спасибо за общение классная на стримах мне очень нравится простые люди душевные разговоры вот это лучше не придумаешь поэтому на сегодня ролик будем заканчивать мне уже тут чуть-чуть осталось я сейчас выгружусь ехал листал работу там пару звоночков сделал но толком ничего нету сами понимаете толком здесь и не скоро будет поэтому увидимся увидимся еще я думаю и так что гудите нет пишите в общем всем пока ну и как говорится хорошего настроения если не увидимся то хороших выходных